Начну с вашей любимой рубрики хроники одичалых. На этой неделе на небосклоне специальной военной операции ярко блеснул бывший глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Этот гигантский бурундук-терминатор, плоть от крайней плоти народа бурундука, прибыл на фронт в лучших традициях русского дворянства. Дорого, богато и нарядно. Завистливый плебс тут же вычислил, что известный патриот России с позывным «Сармат» использует военную амуницию производства Турции, Бельгии, Германии и Австрии. По большому счету, теперь русского бурундука-богатыря от солдата НАТО отличает только российская каска и батут, который Дмитрий прихватил с прошлой работы. Оказалось, что без батута, часов и оружия, стоимость экипировки Рогозина составила немалые 16 тысяч долларов. А зараз, доброго вечера, мы из Украины выдавитесь проект «Украина в огни». Мы продолжаем. Напомню, что подавляющее большинство частично мобилизованных граждан России вместо наколенников используют пластиковые бутылки, бегают с ржавыми калашматами, а вместо рюкзаков используют вещмешки образца Второй мировой войны с красивым названием «Сидор». Рогозин на их фоне – милитари ангел от Виктории Сикретт с поправкой на борьбу за естественные, а не выдуманные формы моделей, плейбой которого заслужила Россия. О том, что дьявол носит Прада, вернее Дима носит НАТО, прознал главный блюститель общевойсковых понятий в зоне СВО, владелец ЧВК Вагнер, господин Пригожин. Свой спич Евгений начал с того, что поездки такого рода абсолютно бесполезны и ни к чему позитивному не приводят. А продолжил тем, что если бы Рогозин попробовал в таком прикиде приехать на позиции ЧВК Вагнер, то для него бы эта поездка закончилась плачевно. Трудно понять, что под этим подразумевал Пригожин. Я плохо разбираюсь в воровских законах, но, видимо, для ЧВК Вагнер форма НАТО – это серьезный зашквар, после которого ты начинаешь жить в блиндаже под нарами. Но все это чисто гипотетическая ситуация, резюмировал Пригожин, ведь на позиции вагнеровцев никто пиарится не приезжает, уж слишком там опасно и страшно. Шакалы российского опера тут же обратились к Рогозину за разъяснениями, но чередя ответила, что Дмитрий Олегович сейчас не может прокомментировать заявление Пригожина, поскольку находится в поездке на Донбассе, куда привез новые разработки российских оборонщиков и недоступен для связи. И действительно, Дмитрий сегодня – это часть организации, которая называется «Царские волки» и занимается разработкой российского вундерваффе, что бы это ни означало. Конечно, было бы неплохо, чтобы Дмитрий Олегович для начала привез бы войскам системы связи, в свое время, как глава Роскосмоса, он мог бы разработать для второй армии мира аналог Старлинка – Роглинк, и умыть этого в выскочку Илона Маска. Но, видимо, в те времена Дмитрий был занят закупкой натовской экипировки под свой размер. Понимаю, дело непростое. В чем суть этой басни? Пригожин и Кадыров становятся новыми центрами силы в России и конкурируют не только с государственными институтами типа армии, прокуратуры и ФСБ. Теперь Евгений и Димон – это моральные компасы страны, которые рассказывают россиянам, что такое хорошо, а что такое плохо. Теперь не суды трактуют законы, а Пригожин и Кадыров устанавливают свои. Даже в Иране печально знаменитая полиция Морали опиралась на законы шариата и законодательство страны. Пригожин с кувалдой и охотник на иблисов Кадыров не нуждаются даже в них. Чем это закончится для России? Тем же, чем и для Ирана. Однажды охотники на иблисов забьют камнями какую-то бедолагу в Москве за неправильное ношение хиджаба и татуировку на копчике, которая набита не по понятиям. На улицы внезапно выйдут отцы и матери погибших и пропавших без вести мобилизованных. Бюджетники, сидящие без зарплат, и мелкий бизнес обложены Кадыровской данью. И начнется классический русский бунт, бессмысленный и беспощадный. Но до этого пока еще далеко. На данный момент волонтеры чешут собачью шерсть для носков, в которых по Крещатику будут маршировать непобедимые воины Великой России. Правда, не все и не все в носках. Потому что на данный момент 91 тысяча российских солдат уже никуда не идет. Поговаривают, что в Лаптистаде к 100-тысячному юбилею готовится выпустить конфеты-мешки в лесу, которые заменят набивших оскомину мишек из Красного Октября. Как любят говорить российские пропагандисты, наших солдат вырезали из действительности, но дело их живет. Вернее, носки. Один даже попал в Алексеевский краеведческий музей. В каталоге указано, что носок принадлежал младшему сержанту Вадиму Рожкову. В государственном каталоге музея в России носок уважительно называют гольфом спортивным. Черный, в верхней части три белые полоски. Кто-то подумает, что это отсыл к Адидасу. А мне думается, что для создания этого носка волонтеры вычесывали белого бима черным ухом. Вот и получилось красиво, модно и молодежно. Удивительно, но об истории носка младшего сержанта Рожкова ни слова, а ведь это шикарная тема для какого-нибудь российского военкора. Я вижу это так. Носок с фрагментом ступни Рожкова чудом остается цел после прямого попадания вражеской артиллерии. Контуженный носок приходит в себя и видит рядом оголодавшего и озверевшего от национализма украинского медведя – вышиванки. К счастью, запах надежно защищает носок и ступню от медведя. Вдохнув знаменитый русский дух, Мишка немедленно начинает танцевать барыню и исполнять на балалайке репертуар группы Металлика. По ночам носок ползет по терриконам Донбасса к линии фронта, к своим. В какой-то из дней он находит банку тушенки, крепкий натовский нож и шнурок. Все это время, не сойти с ума, носку помогают фотографии тоненькой девушки в пестрых цветастых стрингах. Хорошо, что Рожков хранил фото именно в носке. В какой-то момент носок уже не в состоянии тащить на себе ступню, и он придумывает новый способ – привязывает к ступне шнурок и бросает ее вперед. Затем, помогая себе ножом, подтягивается к ней и повторяет маневр снова и снова. По дороге носок находит немного клюквы и старого ежа, которого съедает живым. У ступни начинается диарея. Двигаясь в полузабытии, носок заползает в руины какого-то города. Ночью из канализации к нему поднимаются местные жители. Среди них особо выделяется Дед Михаил, член партии «Единая Россия». Колоритный старик Фу Файки с надписью «Ахмат Сила» рассказывает носку, что тот приполз в столицу республики Домбили, Донецк, который еще 8 лет назад был уничтожен инфернальными националистами. Но местные патриоты Новороссии не покинули город, а живут в канализации, остатках теплотрасс и подвалах. Пока носок стирали, а ступню лечили от диареи, Дед Михаил съездил в комендатуру и привез Пригожина, который выслушал рассказ героя и даже заплакал, использовав носок как носовой платок. В последствии ступню отправили в лучший московский госпиталь, где знаменитый пластический хирург с Рублевки приделал к ступне протез из летчика. И ступня смог не только ходить, но даже летать на истребителе. А носка отправили в музей, где он каждый день рассказывал пионерам о своем подвиге, пока не спился и не умер от цирроза печени. Саму же историю военкор назовет повесть о настоящем носке. И, наверное, даже станет лауреатом литературно-пропагандистской премии имени Маргариты Симоньян. Вот вы опять скажете, что это все фантасмагория, которая не имеет никакого отношения к реальности. Но это не я отправил носок. Простите, черный гольф-музей. Это сделали россияне. И они продолжают массово и индивидуально упарываться. На той неделе, например, слетела с катушек матерь всех детских телевизионных программ России Ангелина Вовк. Для наших зрителей из-за рубежа у Ангелины 100% украинская фамилия, потому что Вовк – это волк. В СССР Ангелину знали все. Она была ведущей в программах «Спокойной ночи, малыши», «В гостях у сказки», «Голубой огонек» и других мега популярных программах. Но в данном случае нас интересует «Спокойной ночи, малыши». На той неделе в одном из интервью Ангелина вместо того, чтобы осудить агрессию против Украины и украинцев, сообщила, что планирует поехать в Украину и поговорить с военными голосом из детства. По ее идее, как только ЗСУ услышат до боли знакомое «Здравствуйте, девочки и мальчики», они тотчас же сложат оружие. Сопровождать ее в путешествии будут два плюшевых персонажа – Хрюша и Зайчик Степашка. Ну вот вы правда считаете, что после таких заявлений моя повесть про настоящий носок и шерсти белого бима черного уха – это параноидальный бред? Я, кстати, полностью содрал сюжет из книги про летчика Моресьева. В детстве книга очень понравилась, особенно про чай из брусники. О самой Ангелине я хотел бы ответить очень просто. В вашей программе было три персонажа – Свин Хрюша, Собака Филя и Зайчик Степашка. Так вот, к Степашке вопросов пока нет. А вот ваши Хрюша Фили уже и так оккупировали 20% украинской территории. Поэтому, когда украинский солдат сегодня под бахмутом слышит «Здравствуйте, девочки и мальчики» или «Пригожинская вечер в хату», то он отвечает либо короткими, либо одиночными лучами любви и обязательно добавляет «Доброго вечера, мы с Украины». Поэтому, прежде чем ехать в Украину, поедьте в Казань. Там на днях арестовали девушку за то, что она вышла на одиночный пикет с плакатом «Я люблю своего отца». Получила штраф в 500 долларов за дискредитацию специальной военной операции. А можно мокнуть в Приморье. Там активисты движения «Молодая гвардия» вручили матери мобилизованного одну розу и банку мороженого. Как говорится, хороша роза к обеду. Есть новости из Якутии. Там семьям мобилизованных выдают бесплатный лед, вытапливать воду. Я бы не поверил, но ранее мэр Якутска с барского плеча пообещал единоразовую помощь семьям мобилизованных в виде бесплатного борщевого набора. Здесь у меня всего один вопрос. Почему украинский борщ, а не традиционные русские щи или на худой конец холодец из нерпы? В общем, как поется в песне. Широка страна моя родная, много в ней степашек, хрюш и филь. Я другой такой страны не знаю, где так много разных простофиль. И знаете, чем больше новостей из Лаптистада я получаю, тем увереннее становлюсь в том, что никакие жертвы в борьбе с хрюшофилями не напрасны. Украина это действительно фронтир и последний рубеж, который защищает мир от одичалых и их ценностей. Ценностей, в которых нет места правде, справедливости и свободе. Ценностей, где важен не человек, а носок. Ценностей, которые проповедуют уголовники, необразованные горцы и перепуганный гном из-под уральских гор. Я не верю, что наш мир готов сосуществовать с миром, в котором такое существо, как Дмитрий Медведев, может стать президентом ядерной сверхдержавы. У нас нет другого выхода, кроме как побеждать. Иначе Хрюша и Филя под руководством сидящего быка и космонавта Чингачгука придут в каждый украинский дом и начнется долгая ночь. Но слава богу, у нас есть ЗСУ и наши партнеры, которые вместе с Дедушкой Морозом в ближайшее время пополнят краевые музеи России новыми экспонатами в виде носков, телогреек и даже из поднего белья частично утилизированных мобилизантов. И для каждой Хрюши наступит его персональная рождественская ночь. На этом все. Вы смотрели проект «Украина в огне». Помните, что империю будет разрушена. Слава Украине!